Женщины в разведке – это отдельная история. Именно женский фактор порой играет важнейшую роль в создании достоверной и красивой легенды для разведчиков-нелегалов. И Юрий Дроздов всегда это учитывал. В конце 60-х возникла необходимость внедрения нового человека в США для работы с нелегальной резидентурой, фактически второго Рудольфа Абеля. Эту операцию поручили Юрию Дроздову. Нужно было готовить легенду для советского резидента – оперативный псевдоним Георгий. И так талантливый и предприимчивый немецкий инженер с нацистским душком желает перебраться в США. Был, правда, один нюанс. Он неважно знал немецкий язык. И с ним пришлось очень долго заниматься. Не хватало чего-то, что Дроздов мне объяснял, вот просто легкости в языке. Знаменитый шеф внешней разведки ГДР Маркус Вольф, проэкзаменовав советского кандидата в резиденты, был ошарашен. Шансы успешного внедрения оценил невысоко и полу в шутку, полу всерьез произнес. Я восхищен мужеством советских разведчиков. И тогда Юрий Дроздов подумал, а что если послать вместе с ним в США напарницу? Подходящую на роль жены Георгия немку нашли в спецслужбах ГДР. Ей предстояло компенсировать его лингвистическое несовершенство. Тут тоже наступал второй деликатный момент. Она была не замужем, а он был женат. Дети, семья в городе на Неве. Просил об этом Юрий Иванович, Юрий Иванович, ну это же какие-то нормы морали попирает. Никакие нормы морали. Почему? Люди ехали на задания. Люди ехали рисковать жизнью. Надо было, может быть, чем-то пожертвовать. В итоге всех этих усилий пара получилась очень органичная и деятельная. Профессиональная разведчица так умело вытягивала своего мужа, разыгрывая энергичную немецкую жену, что это не вызывало никаких подозрений. Но тогда, в конце 60-х годов, их еще предстояло внедрить в нужную среду. Для чего требовалось ни много ни мало организовать для Георгия приглашение на работу от одной из фирм американского военно-промышленного комплекса. Возникла идея проникнуть в находящийся под контролем спецслужб пункт специальной связи, перехватить документы проверки и направить необходимые для внедрения Георгия на Запад подтверждения. И тогда, по решению руководства, Дроздов превратился в инспектора Кляйнарта. Приехал из центра инспектор Кляйнарт. Очень хороший, добродушный человек, немец, высокого роста, сухощавый, который любил по пятницам, особенно, и даже иногда и по субботам, выпить кружку другую со служивцами. Они его приняли хорошо. Для сотрудников этой хитрой конторы Дроздов Кляйнарт был представителем высокого и далекого начальства. Это давало ему возможность быстро продвинуть нужное письмо по нужному адресу. Через пару месяцев Георгий получил искомое приглашение от одного из крупных подрядчиков Пентагона. И он был женой в США. Инспектор Кляйнарт блестяще сыграл свою роль. Это психолог. Это тонкий психолог, который знал настроение людей. Когда ему задали один вопрос уже на 90-летие, Илья Иванович, может, вы поделитесь каким-то опытом, ну вот как работать с людьми? А Илья Иванович спокойно так обратил внимание, вы знаете, надо просто работать. Надо просто работать, повторил, и все. Как доверенный подрядчик Пентагона, Георгий получил доступ к особо секретным военным космическим технологиям. Став в 1975 году резидентом в Нью-Йорке, Дроздов уже на месте руководил разведывательной деятельностью Георгия и его жены. В течение 15 лет пара исправно поставляла в Центр сведения о самых засекреченных достижениях американского ВБК, после чего благополучно вернулась в ФРГ и растворилась в безвестности. Впоследствии Юрий Дроздов шутил, что наш талантливый инженер Георгий внес важный вклад в американскую космическую программу. Это была одна из самых дерзких легенд, воплощенных в жизнь разведчиком Дроздовым. И вот Дроздов отправлял вот таких людей, их не так мало было, как, может быть, нам думается, но не так много, как многим кажется. Их было достаточно для того, чтобы, в общем-то, узнать очень и очень многие секреты и нашу с вами жизнь в большой мере обезопасить. Искусством сделать жизнь другого человека Юрий Дроздов всегда владел в совершенстве. Любая мелочь могла привести к провалу. Над каждой деталью легенды он работал тщательно и вдумчиво. Операция «Скорпион». О ней можно было бы снять настоящий триллер, но ограничимся документальным эпизодом, в котором Юрий Дроздов сыграл ключевую роль. Потомка старинного тефтонского рода барона фон Хоенштейна.